День защитника Отечества Как вы считаете, поздравляют ли женщин в этот день, и если да, то почему? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. День защитника Отечества празднуется каждый год 23 февраля. Этот праздник появился после революции 1918 года, а изначально назывался Днем Красной Армии. В 40-х годах 21-го столетия его переименовали в День Советской Армии, и только в 1995 году праздник получил свое нынешнее название. В наши дни большинство россиян считают этот праздник мужским днем. Связано это с тем, что в России действует закон о всеобщей воинской обязанности, а поэтому каждый молодой человек, отслужав армии, уже фактически является защитником своей Родины. Праздник 23 февраля отмечают дома или в гостях. В этот день мужчинам не только дарят подарки, но и также могут организовать праздничный фуршет на работе. 23 февраля во многих городах России проходят различные массовые мероприятия, такие как военные парады, выступления каскадеров, ярмарки и автомобильные гонки. А в городах-героях в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Смоленске можно увидеть праздничные салюты. В Москве есть интересная традиция. К могиле неизвестного солдата возлагают венки, и после минуты молчания звучит государственный гимн. Оказывается, мужчины ждут своих подарков и внимания на 23 февраля не меньше, чем женщины на 8 марта. По этому поводу в России даже говорят, как встретишь 23 февраля, так 8 марта и проведешь. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Как вы считаете, поздравляют ли женщины в этот день, и если да, то почему? В России женщин, которые служат в вооруженных силах, тоже поздравляют с праздником 23 февраля. Ну а как? Они же тоже получаются защитницы нашей Родины России. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А в вашей стране празднуют День защитника Отечества? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин